Девушки отдыхают Шутка на 20 копеек Но твои вопросы тоже не на миллион Катя, где ты была? Сказала же, с Рогозинами, дома им показывают Что за допрос? Нет, а что я должен думать, когда я тебе звоню по сто раз, а ты другу не берешь? А я тебе сто раз говорила, что в том районе практически нет связи Все, тема закрыта Да нет, не закрыта, где твой телефон? У меня, мой телефон у меня Прекрасно, дай его мне, я посмотрю Сереж, ты в своем уме? Ты собираешься рыться в моем телефоне? Нет, я хочу понять, что происходит Я бы тоже этого хотела А еще мне интересно, чем привлекла твое внимание Ваша новая практикантка, что из-за нее Ты опоздал на день рождения сына Я же объяснял, если бы не задержался на работе Марина сорвала бы эфир Ну что за бред? Это не бред, это опыт Да ты о чем? А ты не понимаешь, ты все забыл Зато я прекрасно помню Твою знаменитую встречу выпускников И внезапно вспыхнувшую школьную любовь Да какая любовь? Твоей бывшей однокласснице, Юли О, кстати, она же тоже была рыженькой, да? Послушай, я думал, мы эту тему закрыли еще восемь лет назад Те фотографии подстава Я вообще-то думал, что ты мне поверила Тогда поверила А теперь, мне кажется, зря Ваня, я же сказал самолетик запускать только на улице А в окошко? Нет! А почему? Там уже улица Потому что холодно Так, Вань, пойдем мыть руки Будем ужинать Слушай Да не совсем Давай поговорим об этом завтра А как насчет того, чтобы дать мне свой телефон? Мне тоже интересно, кто тебе названивает Может, хватит? Почему? Мне хочется знать, чем живет мой муж Что его волнует Как самолетикам может быть холодно? У меня был очень непростой день Во всех отношениях Мне пришлось на ходу подстраивать схему моей передачи под Ваню Мне нужно было превратить средний текст стажера В нечто более соответствующее уровню нашего ради Стажера Кстати, твоя Марина в курсе, что у тебя есть семья? Я о своей семье почти в каждом эфире говорю Господи, о чем мы с тобой спорим? Пойдем ужинать А ладья останут Ваня! Ваня, зачем ты открыл балкон? Ваня! Ваня, ты где? Ваня, иди кушать Сынок, мы не будем больше ругаться с мамой Выходи Ванечка, а ты где? Его нигде нет Ваня, иди кушать Субтитры делал DimaTorzok Обязательно. Уж просите нас, Катюш. Это моя работа. Ну что, ищем дальше? Да, конечно, ищем. До свидания. Всего хорошего. Давай-давай, мы торопимся. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Сергей Швец. И самые жизнеутверждающие новости. Призма оптимизма с Сергеем Швецом. А, привет. Закончила. Да никак. Рагузины опять отказались. На этот раз дом оказался слишком маленьким. Нет, я уже на работу не приеду, поеду сразу домой. Да, морковка. Ну все, пока, Ритуль. Не нужно признать, что этой милой даме повезет. Ведь если бы она посадила ты, кольцо бы точно не нашлось. Друзья, у нас за окном зима, снег, холодно. Андрей, привет. Я буду у тебя скоро. Я тут недалеко. Так, например, в австралийском городе Кеннелорд владелица местной пекарни сделала подарок любителям кофе с пончиком. Это, собственно, пончик с углублением, в которое налит ароматный напиток. И он покрыт сверху аппетитной сливочной пенкой. Друзья, не знаю, как у вас, но у меня эта новость оставила такое послевкусие, что я немедленно иду делать себе кофе. Что и вам рекомендую. До следующего эфира. Ваш никогда не унывающий Сергей Швец. Здравствуйте. И откуда ты, прелестное дитя? Марина Сотникова. Студентка третьего курса журфака. Меня прикрепили к вам стажироваться. Хорошо. Раз прикрепили, давай работать. Давайте, я готова. Что нужно делать? Кофе. В смысле кофе? Смотри. Там кофейный аппарат. Синяя чашка в белых горошек. Моя. Кофе я пью с одной ложкой сахара. А что это за эксплуатация человека человеком? Да нет, это не эксплуатация. Это натуральный обмен. Ты мне кофе, и я тебе секрет и профессия. Ну, хорошо. Ну, тогда вы посмотрите все мои материалы. Один. Что один? Один кофе, один материал. Ты сильная. У тебя получится. Я хочу. Очень хочу. Но пока не могу. Ты сможешь. Это был наш, как всегда, оптимистичный прогноз Бакуга. Да, да, да. Хорошо, мы тогда подъедем завтра. После обеда, хорошо? До свидания. Ого, это что, так плохо все? Нормально. Товарищ стажер. Предлагаю пойти пообедать, а потом вернуться к работе. Как тебе план? Ну, хорошо. Пойдем. Алло, да. Сереж, привет. Если ты свободен, могу тебя подхватить. Котенок, извини, но у меня еще важные дела. Ладно, тогда жду тебя дома. Хорошо, пока. Па, а есть еще шоколад? Есть. И мне, и мне. Но я больше не дам. А то ужинать не будешь, и мама рассердится. А вот мне моя бабушка все разрешает, потому что она добрая. А я, выходит, злая. А у Ваньки нет никакой бабушки. Шурочка, ну нехорошо так говорить. А вот и есть, есть у меня бабушка. И где она? Ты все время с няней гуляешь. Потому что моя бабушка очень далеко. У нее красная машина, большой дом, бассейн и собака. А вот срать нехорошо. Артур, нет. Ну послушай. Нет, так нельзя. Это же ребенок. Что-то случилось? Нет, все в порядке. А где Ваня? Лепить снежную бабу. Ванечка, ты где? Ваня! Ваня! Вань! Ванюш! Он же только что был здесь. Вань, ты где? Ванюш! Ванечка! Алина! А где Ваня? Я не знаю. Может быть, возле нашего дерева? Ванечка! Вань, ты где? Ваня! Ваня! Ваня, ты где? Ванюш, здравствуй. Что ты здесь делаешь? Обижаюсь. А-а-а. Смотри. Смотри, что у меня есть. Держи. Спасибо. Ну, я думаю, нужно пойти к маме. Она волнуется. Ничего она не волнуется. Мама на работе. А когда вернется, будет ссориться с папой. Я думаю, все равно нужно пойти к маме. Правда? Пойдем. Давай ручку. Пойдем. Ну, наверное, уже пришла с работы. Ваня! Ваня! Он прятался там за гаражами. Мы так и думали, что вы его ищите. Я запрещаю тебе уходить с площадки. Это понятно? Большое спасибо. Я жду. Я не знаю, как он так незаметно ушел. Меньше по телефону нужно разговаривать. Завтра, как обычно. Все, пойдем домой. Всего хорошего. Еще раз простите. Мам, а почему других есть бабушки, а у меня нет? Ну, иногда так бывает. Ну, у вас же с папой были мамы. Значит, у меня должны быть бабушки. Должны. Ну, папина мама уехала далеко, когда он был еще совсем маленький. А моя погибла в авиакатастрофе. Я хотела тебе рассказать, когда ты немного вырастешь. Значит, я уже вырос. А давай попросим тетю Тамару стать моей бабушкой. Она хорошая, только не очень старая. Ванюш, ну она же не имеет к нам никакого отношения. Жаль. Но если нельзя бабушку, можно хотя бы собачку? Нельзя. У папы аллергия. Мы же сто раз об этом говорили. Тебе что важнее, папа или собака? Папа, конечно. Ну вот. Все. Спи давай. А где папа? Я не знаю. Спросишь у него сам завтра утром? Ну давай, не дуйся. Все, пора спать. А то еще день рождения как проспишь. Давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Привет. Чего так поздно? Мы же договорились, что ты мне поможешь. Катенок, пришлось задержаться. Прости. Возникла творческая проблема. Ну и как зовут эту творческую проблему? Я вообще не понимаю о чем-то. В последнее время мы часто не понимаем друг друга. Что за глупости? Что случилось? Ну пока ты решал свои творческие проблемы, Ваня убежал с площадки. Что, опять на кого-то обиделся? Не знаю, я не выясняла. Очень испугалась. Подожди, а Диана где была? Разговаривала по телефону. В этот момент ей было не давание. Почему люди не могут качественно выполнять свою работу? Катя, ты сейчас не права. Сколько раз сама говорила, как нам повезло с няней. Да, но люди меняются. И часто они в лучшую сторону. Извини, но в отличие от тебя, у меня сегодня хороших новостей нет. Тебе не кажется, что у нас слишком напряженная атмосфера? Но дело точно не во мне. А в ком? Повесь, пожалуйста. Если ты помнишь, завтра день рождения нашего сына. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мама, а где папа? Задерживайте на работе. Ну, скоро будет. Здравствуй, Ванюша. Здрасте. С днем рождения тебя. Расти здоровый, счастливый, умный и послушный. Не прячься больше от мамы. Ой, до тебя. Держи. Спасибо, отец Тамара. Поздравляю. Спасибо. Кать, мы бы хотели Ванечку на выходные пригласить с нами поехать в загород. И кое с кем познакомить его. Я думаю, ему будет интересно. Нет. Нет, спасибо. А почему? Ребенок будет целый день на свежем воздухе и... Тамара, у нас на эти дни свои планы. Извините. Я, наверное, пойду тогда. У меня там суп на плече стоит. Да. Спасибо за поздравления и за подарок. Да. До свидания. Сергей, замененникам. Спасибо. Ты че, не прости, меня Вадим задержит. Угу. Я подарила. Давай его прямо сейчас запустим. Ну, думаю, дома этого не стоит делать. А вот завтра на улице запустим. Договорились? Договорились. Ну, все. Беги. Субтитры сделал DimaTorough. Субтитры сделал DimaTorough. А, Шарикова? Какая милая! Как классная! Как настоящая! Они настоящие же. Тебе понравится, Вань. С днем рождения. Спасибо, папа. Да, поняла. Конечно, передам, да. Держитесь. Уверена, все будет хорошо. Обнимаю. Пока. Что случилось? С кем ты разговаривала? С Наташей. Они в больнице, и Миша стало хуже. Так, а что с донорской почкой? Говорили же о возможности пересадки. О теоретической возможности. Лист ожиданий очень большой. Так, а как помочь? Может, мне клич в программе свою бросить? Денег соберем? Деньги тут не главное. Почка нужна подходящая. Кать, ну не сердись на меня. Я правда не мог раньше вырваться. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, милый Ваня! Ванюш, ты где? Иди, задуй свечи! Сынок, ты где? Ваня! Нашлась пропажа! Ты чего надулся? Грусть-то скуку гоним и будем свечи задувать. Ты помнишь, что надо сделать? Нужно задуть свечи и загадать желание. Только тогда оно сбудется. Честно? Зуб даю. Мам, помнишь, мы сегодня вечером самолет запускаем? Папа сказал, что сегодня погода летная. Помню. Поехали, у меня важные встречи. Ну, молодец. Спасибо. Это что? Это второй шанс. Главред разрешил еще раз выйти в эфир в вечернем калейдоскопе. Прочитаете, хорошо? Ну, а что мне остается? У нас же с тобой договор о скрепленной кофе. Сережа, привет. Здрасте. Можете я на пару слов? Днем-днем. Я смотрю, это Судникова ничего так, да? Хватка есть. Посмотрим. Ладно, проходи. Присаживайся. Сереж, я чего тебя позывал? Может, ты передумал насчет поездки, а? Да нет, Вадим, я не передумал. Лос-Анджелес обойдется без меня. Послушай, Серег, ну это такой шанс. Год работы в одной из крупнейших вещательных американских компаний. Уникальный опыт, куча новых связей. Да многие об этом всю жизнь мечтают. Сережа. Да я все понимаю, Вадим. Но без семьи я никуда не поеду. А про Катю я тебе уже давным-давно все рассказал. Не знаю. Ну не знаю, накачай ее успокоительными перед полетом. Напои коньяком, наконец. Ну не верю я, чтобы разумного человека невозможно было убедить. А Катя твоя, между прочим, далеко не глупа. Моя Катя потеряла маму во век катастрофе. И моя Катя, призер соревнований по высшему пилотажу, с тех пор ни разу в небо не смогла подняться. А когда я рассказал ей о шестнадцати часовом перелете, я такой ужас в ее глазах увидел, что сам испугался. Я не буду мучить ее уговорами. Жаль. Мне правда жаль. Ну, давай я еще как-нибудь пару недель потяну, а вдруг что-то поменяется. А ты попробуй. Давай. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Надешлите со мной поведомление об этой алфанате, будь ласка, сильнейше. Да. Извините за беспокойство, это Любовь Дмитриевна. Ванина воспитательница. Нас срочно закрыли на карантин. Ветрянка. Все детей уже забрали. Остался только Ваня. А я ни до вашей няни, ни до вашей жены дозвониться не смогла. Хорошо, я сейчас приеду. Спасибо. Баба, а почему ты меня забрал? А ты что, не рад? Еще как рад. А где Диана? И мама где? Понятия не имею, Ваня. Исчезли куда-то. Может их инопланетяне похитили? А что мы тебе на работе будем делать? Как что? Мы будем вести призму оптимизма. Мы? Ну, а почему нет? Вот представь, Ваня и Сергей Швец в прямом эфире. А? Как идея? Ну, хорошо. А маме скажем? Обязательно. Обязательно. Прости, я не могу. А что мы будем делать? Я не знаю. Мне нужно через это перешагнуть, и я должна вновь полететь. Но я не знаю как. Ну, тогда начнем с тренажера. Поехали. Кстати, парни в авиационном институте, у них там классная аэродина. Вот и подходит к концу наш не совсем обычный эфир. Признаюсь честно, друзья, что работать собственным сыном – это незабываемое ощущение. Может быть, у кого-то из вас, дорогие радиослушатели, есть какие-то вопросы к Ване? Тогда у вас для этого есть пару минут. И у нас первый звонок. Слушаем вас. Привет, Ваня. А у тебя дома есть животные? Нет. У папы аллергия на собак. А на котов? И на котов. А на морских свинок? И пока наш юный радиослушатель изучает детскую энциклопедию домашних животных, у нас следующий звонок. Здравствуйте. Меня зовут Лиза. Ваня, а ты теперь всегда будешь с папой вести программу? Мы этот вопрос еще не обсуждали. И у нас следующий звонок. Вы в эфире. Добрый вечер. Ванечка, а у тебя есть какое-то заветное желание? Да. Я бы очень хотела, чтобы у меня была своя бабушка. Ну, смею вас заверить, дорогие слушатели, что мама с папой заменяют Ване десяток бабушек. С вами были и Сергей, и Ваня Швец. И их двойная призма оптимизма. Верьте в лучшее, друзья, в любой ситуации. До завтра. Ребят, ну вы молодцы. Я за кофе. А давай позвоним маме и все ей расскажем. Да запросто. Слушаю вас. Здравствуй, Риточка. Скажи, а моя жена, она до сих пор на встрече с клиентами, да? Так она сегодня выходной взяла. Да. А, ну да, конечно, это я все дни перепутал. Извини. Пока. Папа, а мы сегодня будем самолет запускать? Конечно. Мама! Мам, а мы сегодня в доме с папой призм оптимизма вели. Как здорово! Жаль, что я этого не слышала. А можно я с горки спущусь? Конечно. Котенок, а ты где была сегодня? С Рогозиными. Домой им показывала. Они всю душу из меня вынули. Целый день. Ну… Ну да, это далеко и… Тем более мы рассматривали несколько вариантов. Я звонил тебе на работу. Сказали, ты взяла выходной. Сереж, я не знаю, мы, наверное, напутали. Эта встреча была запланирована еще на прошлой неделе. А почему Диана не забрала Ваню из садика? Ну, во-первых, в детском саду сегодняшнего дня карантин. А во-вторых, воспитательница не смогла дозвониться ни до тебя, ни до Дианы. Странно. Абонентный может принять вастрину. Может быть, что-то случилось? Разберемся. Послушай, я же не дурак. Что происходит? Что ты от меня скрываешь? Любовника. Прячу его под кроватью. Иди проверь. Шутка на двадцать копеек. Ну, твои вопросы тоже не на миллион. Кать, где ты была? Сказала же, с Рогозиными. Дома им показывала. Что за допрос? Да что я должен думать, когда я тебе звоню сто раз, а ты трубку не берешь? Я тебе сто раз говорила, что в том районе практически нет связи. Все. Тема закрыта. Так, надеюсь, все. Больше не придется возвращаться. Вроде нет. Что происходит? Что же я этого хотела? А еще мне интересно, чем привлекла твое внимание ваша новая практикантка? Что из-за нее ты опоздал на день рождения сына? Господи, Катя, я же ей объяснял. Если бы не за интервал... Все это слышит Ванечка. Они окончательно испортят психику ребенку. Так, давай, поехали. Винишивайся. Поехали, я тебе говорю. Ваня! Ваня, зачем ты открыл балкон? Ваня! Вань, ты где? Ваня, иди кушать! Сынок, мы не будем больше ругаться с мамой. Выходи. Ванечка, а ты где? Его нигде нет. Сынок! Ваня! Ты Ваню не видела? Нет, я у Егора была, а его там не было. Сынок! Сынок! Ну что? Самолетик ветер. Беги туда, я посмотрю там. Скажите, вы не видели мальчика такого семи лет без верхней одежды? Видели. Да, я сейчас завозил братана к бенцу скорой помощи. Он себе там палец оттепал бензопилой. Так я там видел пацана? Да, раздетого. И мужик какой-то еще. Поехали, покажу. Да поехали! У меня бывают дети! Валим! Катя, ну что ты делаешь? Они сказали, что видели какого-то мальчика в больнице скорой помощи. Да не видели они никого. Ну а вдруг? Давай съездим туда. Во вторую, значит, тоже никто не поступал? Угу. Спасибо. Мальчик, похожий на вашего, ни в одну из больниц не поступал. Но его нигде нет. Ни у друзей, ни у соседей. Ну смотрите, можно еще поинтересоваться в приемнике распределителя. Спасибо. Ребят, я все проверил за три дня. Такой пацаненок к нам не поступал. Да при чем тут три дня? Ваня пропал два часа назад. Господи. Ну не знаю. Господи, где он? Что с ним? Тише, 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 родная. Он найдется. Просто где-то прячется. Ребят, поезжайте домой и вызывайте полицию. Поехали. У нас не было в тот момент на кухне. Когда мы вернулись, окно уже было открыто. А входная дверь? Закрыта. Куда же он, по-вашему, подевался из запертой квартиры? Один. У нас дверь сама захлопывается бесшумно. Мы думали, что он спрятался. Он так иногда делает. Мы не сразу поняли, что он пропал. Он играл с самолетом. Так, может он все-таки ушел гулять? Ну вещи-то его здесь. Что он, раздетый пошел? А если он вышел к друзьям, по соседству? Нет, мы всех обошли. Да, и мы всех обзвонили. Когда вы обнаружили пропажу ребенка? Около восьми. Не нужна фотография вашего сына. Желательно из недавних. И подойдите завтра, пожалуйста, в отделение полиции. Зарегистрируйте заявление. Лучше после обеда. Я вам сегодня пришлю его фотографии. А бабушке звонили? Какой бабушке? Откуда я знаю, какой? Вот здесь написано, самолет для бабушки. Очевидно, этой. Да нет у него никаких бабушек. Одна живет далеко, вторая умерла еще до его рождения. Что вы ерунду несете? Женщина, вы, пожалуйста, успокойтесь, хорошо? Я не ерунду несу. Я отрабатываю все возможные варианты. Отрабатываете? У меня сын пропал. А для вас это просто варианты? У вас есть дети? Это к делу не относится. Катя, успокойся. Следователь просто выполняет свою работу. Значит, плохо выполняет. Зачем она мне задает идиотские вопросы? Хватит. Прекратите истерику. Я действую по протоколу. А вот вы, судя по всему, плохо выполняете работу родителей. Если не заметили, как ребенок вышел из дома. У вас есть успокоительное? Накапаете жене и уложите спать. Да, и еще, составьте, пожалуйста, список всех, кто имел хоть малейшее отношение к вашему сыну. И вышлите мне на почту. Всего хорошего. До свидания. Призма оптимизма с Сергеем Швецом. Эфир, пять секунд. Серега, эфир. Серега. Призма оптимизма с Сергеем Швецом. Это Сергей Швец и программа призма оптимизма. Сегодня, впервые за пять лет, я не могу поделиться с вами хорошими новостями. Вчера у меня пропал сын. Ваня. Ему семь лет. На нашем сайте мы разместили его фотографии. Пожалуйста, если его кто-то видел или что-то знает, позвоните или напишите. Помогите мне найти его. Спасибо. Серега. Работай. Сереж, у меня есть знакомые волонтеры. Они занимаются розыском пропавших людей. У них там какие-то свои схемы, алгоритмы. Ну, в общем, они многие помогли. Если вы хотите, я помогу с ними. Мари, я буду рад любой помощи. Любой. Хорошо. Я тогда позвоню. Молодец. 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 Рит, Рит, дай мне образец заявления на отпуск за свой счет. О, Боже. Рогозина тебя целый час ждали. Чай весь выпили, ругались, злились. Держи. Спасибо. А что это трешка? Ну да, на Северный. Но мы с этими домами еще не работали. Катя, у тебя все нормально? Да, все хорошо. Катя, посмотри. Как думаешь, это перспективно? Мне некогда. Кать, ну это твой район. Посмотри, пожалуйста. Это мой дом. Продавец Потапова Тамара Аркадьевна. Кать, ты чего? Где они? Где Тамара? Так съехали еще пару дней назад. Квартиру выставили на продажу. Только я не поняла, почему. Да, я в курсе, что продают. Ты знаешь, куда они переехали? Тамара толком ничего не объяснила. Была дерганая, нервная. Большое спасибо. Не за что. Я знаю, где Ванечка. У нас живут, вернее жили соседи Потаповы. Они все время вокруг Ванечки кружили, то зазывали в гости, то дарили подарки. А сейчас я узнаю, что они тайком съехали и продают квартиру. Вы вообще слышите меня? Игорь. Господи. Отмотай назад. Это они. Это Потаповы. Вы знаете, куда они переехали? Нет. Но, возможно, они купили квартиру через агентство недвижимости Гринфилдс. Я звонила им, но они отказались мне что-либо сообщить. Говорите телефон. Сереж, я связалась с Максом, координатором волонтерской группы. Им нужны фото и список мест, где мог быть ваш сын. Вы меня слышите? Прости. Просто отберите несколько фото и отправьте на этот мэйл. И чем раньше вы это сделаете, тем скорее они найдут вашего сына. А, да, конечно. Спасибо тебе большое. Это мой Ваня. Катя. Ваня. Следователь Туманова. Ваня. Ваня Туманова. Ваня Туманова. Катя, что происходит? У нас были подозрения, что в этой квартире находится несовершеннолетний Иван Швец. Простите, мы ошиблись. Почему он должен здесь находиться? Мальчик пропал. А вы попали в камеру видеонаблюдения, которые установлены у парадного, приблизительно в то же время. Вчера вечером он вышел следом за вами. И вы подумали, что я украла ребенка? Это Женя. Ему пять лет и мы с мужем его усыновили. Сынок, пойди поиграй там. Мама сейчас придет. До трех лет он жил в семье, где его родители пили, дрались и орали друг на друга. Заодно и на него. Он даже пару раз бегал из дома. А потом их лишили родительских прав, и он два года провел в детском доме. Мы почти год занимались оформлением документов. Теперь это наш сын. Очень страшно, когда дети зависят от неадекватного поведения их родителей. То есть вы обвиняете нас с Сергеем, что пропал наш сын? Мы не пьем и не деремся. Нет, Катя, я вас ни в чем не обвиняю. Но если бы ребенок жил в нормальной атмосфере, он бы не прятался и не убегал. Катя, пойдемте. Простите нас еще раз. Ваня обязательно найдется. Отрицательный результат тоже результат. Но Тамара всегда так странно себя вела по отношению к Ване. Этот их внезапный переезд. Ну что я должна была подумать? У нас принято скрывать факт усыновления. Чтоб сердобольные бабки не жалели бедного приемыша. Или чтоб нерадивая мамаша не захотела заработать на приемных родителей. Наверное, именно поэтому ваша бывшая соседка так поступила. Кстати, я разговаривала с вашей няней Дианой. К сожалению, ничего важного по делу она не смогла сообщить. И опрос воспитателя в садике ничего не дал. Туманова слушает. Вы уже давно должны были разослать эти ориентировки. У нас что, один Пинтер в отделении? Я буду на месте через час. Катя. Катя, успокойтесь, пожалуйста. Катя, давайте мне ключи я поведу. Макс отписался. Они распечатали ориентировки с фотографией Вани и прочесывают район. Господи. Что случилось? Машина сбила ребенка. Мальчик без сознания. В больнице. Ни имени, ни фамилии и возраст не указан. Тоже мне репортер. Номер больницы есть? Да, есть. Нужно ехать туда, выяснить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, спасибо большое. Пока вашего сына нигде не обнаружили. Понимаете? Нигде. Нет. Не понимаю. Ни в больницах, ни в морге его нет. Значит, он жив. И мы обязательно его найдем. А вы что? Вы допускали, что он мертв? Я не хочу. Пейте, Пейте. Не хочу. Ну, а если его похитили бандиты? Зачем им его похищать? Я не знаю. Может быть, они хотят выкуп или еще что. К вам что, кто-то обращался за выкупом? Нет. Ну, вот видите, только десять процентов исчезновения детей связаны с криминалом. В нашей ситуации я подобного не вижу. Поэтому давайте не будем паниковать, а станем рассуждать. Может быть, ваш сын рассказывал вам о каких-то новых знакомых? Может быть, к нему кто-то подходил на площадке во дворе или в детском саду? Нет. А о каких прятках и побегах говорила Потапова? Понимаете, у Вани есть такая привычка. Если он на кого-то обижался, то мог и спрятаться. Ну, мне вообще кажется, что он делал это специальное. Чтобы его нашли и приласкали. И часто он так обижался? Да нет. Нет. Ну, конечно, нет. Вы что, тоже думаете, что я плохая мать? Я ничего такого не думаю и я ни в чем вас не обвиняю. Но я хочу знать о вашей семье все. Ну, в последнее время мы с мужем действительно часто ссорились. Какие-то постоянные придирки, недомолвки. Мне даже кажется, что у него появилась другая женщина. Кто она? Вы ее знаете? Катя, я спрашиваю не из любопытства. Марина, студентка. Она стажируется у них на радио. А вы что, считаете, что она может иметь отношение к исчезновению моего сына? Повторяю, необходимо отработать все возможные и даже невозможные версии. Нет. Да нет, это слишком. Мне кажется, что я себе многое напридумывала. Сергей, он очень хороший. Правда. Если бы не он, когда погибла моя мама восемь лет назад, то он просто не дал сойти мне с ума. Сейчас главное найти вашего сына. А с мужем вы во всем разберетесь потом, я уверена. Господи. Пусть он только найдется. Теперь все будет по-другому. Анастасия Викторовна, на пешеходном переходе мальчика сбили. Он в больнице скорой помощи. Может, это ваша пропажа? Игорь, да кто тебя вообще учил? Этому мальчику девять. Играл во дворе с ребятами, папа наш. Игорь, давай. Он живой. Катя, поехали, да. Здравствуйте. Следователь Туманова. Скажите, а вы кто? Марина Сотникова. Студентка журфак и стажер на радио. Ну и девочка на побегушках у маститых журналистов. Ясно. А скажите, вы были знакомы с пропавшим мальчиком? Я видела его один раз. Серёжа приводил его на радио. Что вы можете о нём сказать? Ну, мальчик развит не по годам. Вот, в принципе, и всё. Не густ. Да. Спасибо. А вы на машине? Нет. Может быть, вас подвезти? Спасибо. Было бы неплохо. Угу. Неплохо живут нынешние студенты. Просто меня любят мои родители. Я уверен, что Ваня скоро найдётся. Ты знаешь, что Потаповы больше не наши соседи? Нет, не знаю. А что случилось? Они усыновили пятилетнего мальчика и переехали. А ты откуда знаешь? Я подумала, что это они забрали Ваню и потащила к ним Туманному. Она пробила их адрес и... Катя. Ну что, у меня возникли подозрения, и я решила их проверить. Ну, дело даже не в этом. Тамара заявила, что наши ссоры плохо отражаются на психике Вани. Скорее всего, она права. Но не я начинаю эти ссоры. А кто я? Ты опять хочешь сказать, что только я во всём виновата? Ну, ты же всем недовольна последнее время. А с чего мне быть довольной? Ты всё время проводишь на работе. И, как я понимаю, в приятной компании юной студентки. Это она же сейчас была с тобой в больнице, да? Да она просто выручила меня подружески, подкинула на своём автомобиле. И, кроме того, принимает активное участие в поисках нашего сына. Да ты что? И где вы проводите эти поиски? Случайно не в постели? Кать, хватит! Что, я опять не права, да? Однажды ты мне уже дал повод. Невозможно так жить, когда не знаешь, где он, что с ним. Я так больше не могу. Лучше бы тот мальчик из больницы оказался Ванькой. Да, пусть его сбила машина, но он жив и есть определённость. Ты себя вообще слышишь? Не сходи с ума. Добрый вечер, Кать. Можно войти? Да, проходи. Здравствуйте. Ну, что, есть какие-то новости? Нет. Кать, я уверена, что Ванечка обязательно найдётся. Вот, увидите. Вы простите, я не смогу вас больше работать. Я уезжаю. Возвращаюсь домой и в свою деревню. Почему? Ты же хотела выкупить комнату, которую снимаешь. Да как-то не складывается у меня здесь жизнь. Я могу забрасывать вещи из детской? Да, конечно. Спасибо. Диана, будешь чай? Нет, хотя, да, наверное. Спасибо. Да. Это она? Что она? Это она украла Ваньку. Диана. Что за прят, Катя? Успокойся, пожалуйста. Я слышала телефонный разговор. В нём речь шла о ребёнке. На неё кто-то давил. Я не знаю, может быть, это был её сообщник. А в день, когда Ваня пропала, она вообще не выходила на связь. И вот переписка с каким-то Артуром. Ты должна это сделать. У нас нет другого выхода. Но ребёнок здесь ни при чём. Хватит, я всё решила. Катя. Катя, что вы делаете? Это ты украла Ваньку, да? Зачем он тебе? Да что вы такое говорите? Никого не крала. Врёшь. И вот доказательства. Кто такой Артур и куда вы дели Ваню? Это всё не так. Сергей, вы не могли, пожалуйста, выйти? Нет, не уходи. Вызывай полицию и звони Тумановой. Господи, да как вы могли такого подумать? В день, когда пропал Ваня, я не могла забрать его. Меня увезла скорая в больницу. С сильным кровотечением. Осложнение после аборта. Артур, это парень, с которым я встречалась, которого любила. Он заставил меня избавиться от ребёнка. Теперь я себя за это презираю, а его ненавижу. Следователь Туманова в курсе. Теперь, как я понимаю, она проверяла моё алиби. Дяд, прости. Это моего малыша уже не вернёшь, а Ванечка обязательно найдётся. До свидания. Господи, Серёжа, мне так стыдно. У неё такое горе, а Яна накинулась на неё, как в фурии. Она всё понимает. Хороший и добрый человек. Я веду себя, как сумасшедшая, да? Весь этот кошмар скоро закончится, я обещаю. Просто давай в следующий раз взвешивать свои подозрения. Я пойду, боюсь. Добрый вечер. Алло, Катя. Да, Наташа, добрый вечер. Катя сейчас занята, она не может говорить. Что у вас? Есть новость? Нет, пока нет. Господи. Ну, полиция хоть ищет? Да говорит, что ищет. Серёжа, я понимаю, что вам нет о нас, но я подумала, не скажу, Катя обидится. Нашли донора для Миши. Операцию назначили на послезавтра. Наташа, так это же прекрасная новость. Мы очень за вас рады. И держим кулаки. Спасибо, Серёжа. Кате, привет. Я молюсь за вас. Спасибо тебе. Наташа звонила. Нашли донорскую почку для Миши. Ну, слава богу. Хоть у кого-то, всё хорошо. Серёжа, проснись. Что? Откуда взялась почка? Что? Ты о чём? Откуда появилась донорская почка для Миши? Да Наташа не говорила, я ей не... А вдруг это она похитила Ваню и взяла его почку? Кать, послушай, так нельзя. Сначала Тамара, потом Диана, теперь до Наташи очередь дошла. Но мы же договорились взвешивать все обвинения. Тем более, это твоя самая близкая подруга. Тогда откуда появился донор? То лист ожидания очень длинный, то сразу раз и есть. Тем более, что группа крови у Миши и Вани одинаковая. А ты откуда знаешь? Нам в роддоме сказали. Редкая четвёртая группа. И сразу у двоих новорождённых. Любимый, успокойся, пожалуйста. И включи логику. Стала бы она тогда тебе звонить. Хорошо, что ты можешь держать себя в руках и рассуждать логически. Смотри, я всё узнал. Кроме группы крови должны совпасть ещё с десяток показателей. И кроме того, детское донорство у нас запрещено. Кать. Можно я побуду одна? Слушаю, Катя. Здравствуйте. Я не разбудила? Вы ещё не спите? Нет, я на работе. Что-то случилось? Я знаю, что это прозвучит дико, но сыну моей подруги требуется пересадка почки. Она меня уверяла, что очередь длинная и непонятно, когда найдётся подходящий донор. Я сегодня позвонила и сказала, что донор нашёлся. Операция послезавтра. Как так? Я что-то не очень понимаю суть вопроса. У наших детей одинаковая группа крови. Редкая. И мой сын пропал. Вы хотите сказать, что ваша подруга выкрала вашего сына, чтобы изъять в него почку и пересадить своему мальчику? В какой клинике лежит мальчик вашей подруги? В больнице скорой помощи. Мы сегодня там были. Я знаю главврача этой больницы. Они не занимаются чёрной транспантологией. Понимаете? Катя, вы что-нибудь пьёте? Какие-нибудь лёгкие антидепрессанты обязательно нужно принимать, иначе вы сойдёт с ума. Простите, что это грезка. Да. Извините. До свидания. До свидания. Рит, я не могу сейчас говорить. Нет. Рит, какая работа? У меня сын пропал. Ладно, скажи, что я пока ничего не знаю. Как хорошо, что ты зашла. Мишка очень жалел, что не попал к Ванечке на день рождения. Ну, и я ему ничего не рассказывала про исчезновение. Врач настоятельно просил его не волновать. Как-то неожиданно нашёлся донором, да? Да. Бывшая свекровь всё-таки сообщила Лёше о Мишкиной болезни. Уж так она не хотела. Ну, я сказала, и если с сыном что-то произойдёт, это будет грех на ней. Лёшка примчалась. У него тоже четвёртая группа крови? Да. Анализы показали полную совместимость. Катюнька, что такое? Серёжка прав. Я на грани помешательства. Я не знаю, что делать. Я всё время думала о Ване. Кому понадобилось его украсть? Я не знаю, что делать. В моей голове рождаются подозрения о одной нелепе другого. И я не могу от них освободиться. Наташа, прости меня, пожалуйста. Я всё понимаю. Мы сходим с ума, когда беда касается наших детей. Катенька. Катенька, я прошу тебя держать голову холодной. Так легче получится справиться с этим кошмаром. Я изо всех сил старалась. И видишь, нашлось решение. Да. Серёжа. Вот материал на пробок. Ну, только вдумайтесь. До 1994 года. В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. А в 1941-м впервые с помощью пенициллина излечили больного пневмонией. Также в этот день родились 16-й президент Соединённых Штатов Авраам Линкольн, французский художник-карикатурист Жан Эль-Луфель, итальянский режиссёр-художник Франко Дифференди. Франко Дифференди. Мне кажется, я превращаюсь в психа. Обижаю близких мне людей. Нет, я умом понимаю, что я поступаю ужасно, но я не могу остановиться. Андрей, что мне делать? Прежде всего успокоиться. Сын найдётся. Обязательно найдётся. А я... А я всегда буду рядом. Ты только позови. Мне кажется, я никогда не смогу взлететь. А я тебе в суд раз говорю, сможешь. Давай опять поедем на тренажёр. Нет. Нет, мне нужно искать сына. Кать! Катюха! Катюха! Серёжа. Здравствуйте. Это Макс, координатор волонтёрской группы, которая ищет вашего сына. Здравствуйте, Макс. Спасибо вам огромное. Да, пока особо не за что. Так, значит, смотрите. Здесь отмечены места, о которых вы мне написали. Там, где мальчик бывал и с вами, или с другим из родственников. Мы прочесали их все. Ваню нигде не обнаружили. Никаких следов нет. Людей и так же опросили, но, к сожалению, никто ничего не видал. Так, а зачем вы тогда пришли? Зачем вы это разложили мне? Если результата ноль. Серёж, вы не правы. Макс старается помочь. У него в группе нет безразличных. Все стараются найти Ваню. Я пришёл спросить, может, вы вспомните ещё какое-то место? Может, он там не был, но говорил, что хочет туда поехать. Да нет, ничего нового я не вспомнил. Знаете, у нас есть обученная собака. И мы хотели бы попробовать, может, она от вашего дома сможет взять след. Нужна какая-нибудь Ванина вещь. Ну, игрушка там, или из одежды что-то. Вещь? Да. У меня нет ничего здесь. Ну, дома есть. Макс, найдите его, пожалуйста, я вас очень прошу, мы сделаем всё возможное. Но, если вы хотите продлить этот цветочный карнавал, воспользуйтесь нашими простыми советами. Избавьте растения от попадания прямых солнечных лучей и держите их при температуре от 14 до 16 градусов. Иногда есть вероятность наслаждаться их цветением до трёх недель. Вы на волне радио «Оптимитс-ФМ». Тихой гавани вашей шлюпки. Катя? Спасибо, что согласились со мной встретиться. Муж, как обычно, на работе, а идти в пустую квартиру, это невыносимо. Я понимаю. В это время Диана обычно возвращалась с Ваней с прогулки. Я начинала готовить ужин, а он садился рядом и что-нибудь рисовал. Настя, где мне его искать? Катя, не рвите себе сердце. Предоставьте поиски профессионалам. Займитесь любимым делом. Я понимаю, совет может быть банальный, глупый, но он действенный. Я не могу сейчас заниматься любимым делом. Обнять сына не могу. Летать не могу. Любить собственного мужа, как раньше, тоже не могу. Я ничего не могу. Хватит. Прекратите истерику. Возьмите себя в руки. И подумайте о том, в каком состоянии вы встретите вашего сына. Да. Наверное, вы правы. Но прошло уже двое суток. Я не знаю, что мне думать. Я не знаю, на что мне надеяться. До критического срока еще есть время, а значит, есть и надежда. Какой критический срок? Это срок, после которого поиски человека практически бесполезны. Сколько это дней? Как правило, три. Как правило, три. Три дня? И вы так спокойно об этом говорите? Нет. Вы не в состоянии меня понять. Я в состоянии вас понять, Катя. Я тоже потеряла сына. Только у меня все сроки уже давно вышли. Шесть лет назад я развелась со своим мужем. Игнату было четырнадцать. И у нас начались конфликты по любому поводу. Из-за друзей, вещей, музыки, увлечений, которые мне казались странными. И все это выглядело так, как будто он мне мстит за то, что я не смогла сохранить семью. Единственной отдушиной у Игната стал спортивный клуб. Он очень привязался к своему тренеру, советовался, прислушивался во всем. Четыре года назад я расследовала дело о разбойном нападении на автозаправке. Преступники были очень хорошо физически подготовлены, были профессионалами. И руководил ими тренер Игната. Сын вам не поверил? Нет. Нет. Он не хотел меня слушать. Он обвинял меня в том, что я посадила ни в чем не виновного человека. И что я специально лишаю его людей, к которым он привязался. Тренеру дали семь лет строгого режима. Это максимальный срок. Когда я вернулась после суда домой, Игната не было дома. Ни велика, ни вещей, ни записки. Так что я могу вас понять, Катя. Вы не можете найти своего сына? Могу. Тогда в чем дело? Да, Игорь. Я буду через двадцать минут. Что-то связанное с Ваней? Нет, нет. Это строго рабочий момент. И, Катя, поздно, холодно. Пойдемте, вам пора домой. И главное, вы должны верить. Мы обязательно найдем Ваню. Что? Опять все плохо? Это какие-то тайные символы? Секретный шифр радиожурналистики. М-м-м. Идиночка, считай, что я не в состоянии поправить твой текст. Дай хоть сейчас в эфир. Ты пойми, вот мне скажут, у тебя через пять минут эфир. Все. Я готов. А это и есть профессионализм. Учись. Ведь новичок, когда приходит к журналистику, он думает, что все будет весело и увлекательно. Микрофон, диктофон, искрометные тексты сами собой выскакивают, а он только хвалебные рецензии собирает и купается в популярности. Да. Но иногда ты должен забить на то, что у тебя внутри. Я в эфире вынужден щутить, когда на самом деле плакать хочется. И ты, мой дорогой стажер, вынужден оттерпеть нетрезвого босса, который вам всякий бред несет и домой тебя не пускает. А что ж такое-то? Может быть... Может быть, вас подвезти? Тебя. Я же не старый дед. Да, тебя. Может быть, тебя подвезти домой? Кому домой? К тебе или ко мне? Это шутка. Хотя, на самом деле, не самое удачное. Аккуратно. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это что-то все не закрывает. Ну как, нормально? Ну, спасибо тебе, верный друг. Дальше яс. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это связано с Ваней? Скажите мне правду, пожалуйста. Неподалеку от пригородного микрорайона «Лесная сказка» видели мальчика, подходящего под описание Вани. Мы сейчас уточняем эту информацию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я... Кать, ты что, ушла? Давай, Гомар, след. Он взял след! Катя, пожалуйста, возьмите себя в руки, а то вы натворите беды. Сегодня третий день, помните? Три дня, и поиски бесполезны. Вы сами так сказали. Господи, Кать, это просто статистика. Это вообще ни о чем не говорить. Да. Кать, кажется, волонтеры вышли на след нашего Вани. Сегодня Макс и Алиса привели собаку, и она взяла след. Но метров через сто стало, как вкопанное. Макс предположил, что Ваню могли увезти на машине, поэтому след потерялся. Ребята стали опрашивать людей, и вышли на старика, который живет в соседнем дворе. Он видел, как маленький мальчик садился в красный автомобиль. Запомнил, потому что тот был без верхней одежды. А, номер машины он запомнил? Нет, ни марки машины, ни номера он не запомнил. Но Макс уверяет, что вычислит, и это дело времени. Катя, сейчас очень многое зависит от вас. Подумайте, может быть, у кого-то из ваших сотрудников, или знакомых, подрут, наконец, все-таки есть красный автомобиль. Да в том-то и дело, что ни у кого. У меня очень узкий ближний круг. Но разве что у клиентов, и то я не припомню ни у кого подобного автомобиля. Клиенты, это, может быть, ниточка? То есть? Шантаж, месть. У вас ни с кем не было конфликтов? Нет. Нет. Я... Я правильный риэлтор. Я умею вести себя с клиентами. Хорошо. Отставили пока. Сейчас нужно проверять даже самые странные, нелепые, на первый взгляд, идеи. Катя, напрягите, пожалуйста, память. Красный автомобиль. Красный автомобиль. Красный... Красный автомобиль был у Кости. Ну вот. Кто он? Мужчина, с которым я встречалась. Но это было восемь лет назад. Сомнительно, конечно. Но нужно проверить. Помните, где живет? Ну да. Поехали. Он же мог и переехать. Я сейчас пробью его по нашим базам. Найдется, никуда не денется. Игорь, мне нужно найти человека. Хорошо, Игорь, спасибо. Я сама позвоню. Сбросьте мне, пожалуйста, номер СМС-кой. Ваш бывший возлюбленный неплохо устроился. Он капитаном авиалой не раз служит. Но по-другому и быть не могло. Здравствуйте, следователь Туманова. Скажите, как я могу связаться с Константином Холодовым? Ясно. Спасибо. Отбрасываем эту версию. Холодов в отпуске. Уже неделю с семьей в Индийском океане купается. Вы на волне радио «Оптимист-ФМ». Дружной командой вашей яхтинга. Сережа. Марина, ты куда? Звонит какой-то мужчина. Он говорит, что знает, где ваш сын. Алло. Где он? В соседнем доме. Почему вы думаете, что это мой сын? Он похож на пацана с фотографией на сайте Валентина. А кто его привез туда? Так откуда же мне знать? Я видел только мальца, собаку и красную машину у дома. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Костя, на работе. Странно, если было бы иначе. Возле дома открыли новый фермерский магазин. Мне понравилась продукция. Попробуешь. Мы же завтра улетаем. Ну, отлично. Сделаешь дорогу бутерброды. А сметана и все остальные продукты, я думаю, в холодильнике спокойно неделю пролежат. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Что у вас с институтом? Берут вас обратно? Ну, во-первых, я не вещь, чтобы меня брать. Во-вторых, то, что происходит сейчас на моей кафедре, меня совершенно не устраивает. Так что с институтом у меня никак. Но по-прежнему встаю в 6.30. Костя, нового папы нет год, а внутренний будильник срабатывает. Вставай, иди, делай уколы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Будете кофе? Давай. Такой симпатичный мальчишка. На Костика в детстве похож. У вас проблемы с семьей, вас бросил возлюбленный, у вас нет детей, уникальный метод, магические силы, обратитесь ко мне за помощью, биоэнергетик, нумеролог, таролог Ангелина. Света, это дно. Ты же кандидат педагогических наук, психолог. А что мне делать? Я очень хочу ребенка, а не получается. Так может, ты наконец-то обследуешься? Что за пещерная логика? Объясни мне. Вы в браке почти 8 лет, детей нет, она собралась к гадалке. Я сколько раз говорила, что направлю к хорошим специалистам. Я говорила Косте, ему все некогда. А при чем здесь Костя? Вы уверены, что проблема во мне? И у Кости никаких проблем быть не может. Естественно. У Кости все хорошо. У него нормальная наследственность. Как ты знаешь, болезнь его отца была вызвана травмой. А Костякиным здоровьем занималась с детства. Да, очень веские аргументы. Вообще-то, у Кости есть ребенок. В каком смысле есть ребенок? У девушки, с которой Костя встречался до тебя, да, есть ребенок от Кости. Вы шутите сейчас, наверное, да? Нет. Он мне никогда не говорил ни о каком ребенке. Разумеется, он же порядочный человек. Если бы он знал, он бы не оставил женщину с ребенком. Света, мой тебе совет. Обследуй себя как можно скорее. Ладно, я пошла. Это я забираю с собой. Чтоб тебе всякая дурь в голову не лезла. Делайте, что хотите. Да, и... Сними эту пижаму. И выражение лица поменяй. Мужчин в конечном итоге это начинает раздражать. Что за чушь ты с этим наполела? Какая девушка? Какой ребенок? Ну, для начала здравствуй, сынок. Здравствуй, мам. Я имела в виду Катю. Но я ничего не конкретизировала. И потом я сказала, что это было до Света. Еще до того, как ты ходил в женихах. А зачем ты соврала про ребенка? Ну, глупость совершила. Слушай, а вы с Катей... Угомонись, мам. Используй свои фантазии в мирных целях, хорошо? Возвращайся в институт аспирантами руководить. Я там никому не нужна. Ну, не знаю. Романы начни писать, крестиком вышивай. Займись чем-нибудь. Костя, ты мне грубишь? Прости, но ты тоже думаешь, что ты говоришь? Если ты такое торнадо устроила, билеты хотела порвать или успокоила. Понимаешь, я сказала о Свете для того, чтобы она наконец-то обследовалась. Восемь лет, Костя. Восемь лет. Сколько можно? Понятно. Вечером позвонил. А, чего приходил-то? Еда для Тишки в холодильнике. Пожалуйста, не пускай его в нашу спальню. Он грызет Светкину эту, как его... Стрелицей. Да. Все, пока. Хорошего отдыха. Здравствуй, Сергей Анатольевич. Да, есть такая монография. Почему? И в электронном виде тоже есть. Я вам потом ссылку сброшу. Да, хорошо. До свидания. Так это же Катя. Так это же Катя. Продолжение следует... 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 Ужин съеден. Ваньку я уложил. Что еще мешает нам поговорить? Ничего. Тогда, может быть, расскажешь, что произошло? Ну, на самом деле, ничего особенного. Просто одна немолодая женщина, похоронив год назад своего любимого мужа, несколько растеряла свою адекватность. Ей понадобился внук, и она выбрала нашего Ваню. Почему именно его? Он показался ей похожим на ее сына в детстве. Ты же с ней знакома, да? Да. Немного. Я когда-то встречалась с ее сыном. И как давно это было? Давно. Сережа, у нас радость. Ваня нашелся. Давай перестанем выяснять отношения. Да, ты права. Лариса, добрый вечер. Холодова беспокоит. Извини, что так поздно. Нелия Николаевна, ничего не поздно. Я рада вас слышать. Скажи мне, сколько у вас сейчас делают тест на отцовство? От двух до пяти дней. У меня есть чашка, из которой пили, и волосы 35-летней давности. Подойдет? Да, вполне. Если это для вас, я сделаю за полдня. Спасибо. Мама, поточи мне, пожалуйста, карандаш. Давай. Ты чего? Ничего. Красивая. Что нам делать с этой лжебабушкой? Ну что, будем бороться? Спасибо. Пойду прогрею машину. Ванечка, давай собираться к тете Оле. А то у меня собрание, а у мамы важная встреча. А мне сегодня Тишка снился. Мы с ним играли, бегали, даже летали. Ванюш, ты же знаешь, что мы не можем завести собаку. Зато у тебя вон целая комната игрушек. То игрушки, а то живая собака, друг. Вот Тишка, например. Мы вместе с ним и спали, и ели с одной тарелки кашу. Ну, хочешь, на каток пойдем сегодня? Я приду с работы и сразу пойдем. Хочу. А что ты там пишешь? Я хотел написать записку бабушке. А то она придет, а меня нет дома. Сынок, она не придет сегодня. А завтра? И завтра тоже. А почему? Ну, она уехала в санаторий. А что такое санаторий? Там люди отдыхают, лечатся. Бабушка здоровая. Хотя, ладно, пусть немного отдохнет от нас с Тишкой. Так, все, давай собираться, а то опоздаем. Простите, а где я могу найти Катю Швец? Пойдемте, провожу. Катя, к тебе посетитель. Спасибо. Привет. Здравствуй. Это тебе дело. Убери немедленно. Кать, нам нужно поговорить. Мне кажется, мы еще вчера все обсудили и обо всем договорились. Понимаешь, моя мама… Твоя мама взбалмошная старуха. Ей даже в голову не пришло сообщить, что с Ваней все в порядке. Ну, она не старуха, но в целом ты права. Но у меня на самом деле серьезный разговор. Я не могу, я занята. Хочешь поговорить, жди меня в кафе напротив через два часа. Костя, цветы забери. Привет, мам. Здравствуйте, сынок. – Поздравляю. – Спасибо. Познакомься, это моя Катя. Налина Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с защитой докторской. Спасибо. Катя, вы давно знаете моего сына? Нет, не очень. Ну, тогда я вам вынуждена сообщить, что у Костика есть невеста Светлана. Более того, она беременна и через месяц у них будет свадьба. Ну, я ничего об этом не знала. Возможно, но теперь вы знаете. – Костя, привет. – Привет. Это, кстати, случилось? Ну что, где шампанское? Как дела? Хорошо. 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 Ну, вот так. Извините. Ты Катю не видела? Нет. Она, наверное, ушла? Ушла? Ну, что ты ей наговорила? Я ничего ей не говорила. Костя, ты куда? Ты куда, Костя? Я должен меня догнать. Ты ничего не должен. Ты никуда не пойдешь. Эта девушка не обиделась. Она просто ушла. Она сказала мне, что для нее это был просто курортный роман. Так, у тебя пять минут, мне нужно домой. Соседка сидит с Ваней. В садике карантин. Может, пусть бабушка с ней посидит? Ведь у Вани она есть. Господи, а ты что, заразный? Я, как и обещала, забрала заявление из полиции, но ничто не мешает мне написать его снова. Кань, не сердись. Я что, тебе так противен? Не поверишь, ты мне безразличен. А я до сих пор считаю, что те десять дней с тобой были лучшими в моей жизни. Давай не оглядываться на прошлое. У меня замечательный муж, прекрасный сын. У тебя, как я понимаю, тоже семья. Ваня мой сын. Это ты с чего взял? Мама заказала генетическую экспертизу. Вот результат анализа ДНК. Ваня мой сын. Привет, котенка. Подожди, а где Ваня? Он у Оли мультики досматривает. Фух, слава богу. Ты опять подумал, что что-то случилось. А ты что, меня встречаешь? Я просто хотела с тобой поговорить без Вани. Ну хорошо, давай поговорим. Я должна сказать тебе, что та бабушка, она на самом деле бабушка. Прикольно. Только я ничего не понял. Нелли Николаевна, та женщина из красной машины, которая увезла Ваню. Она его родная бабушка. Как это? Ее сын Костя, это... Это Ванин отец. Вот результаты ДНК-теста. Ну вот тогда, когда произошла вся эта история с твоей одноклассницей, мы с мамой улетели в Грецию. Я там познакомилась с Костей, я... Я очень хотела тебя забыть. И мне даже казалось, что у меня это получилось. Мне казалось, что я в него влюбилась, мы... Мы вернулись обратно. Он... Он познакомил меня со своей мамой, она... Не, без разницы, эти люди. Катя, я хочу о тебе знать. Я тебе объясняю. Она... Она сказала, что у Кости есть невеста, что она беременна, и они скоро поженятся, и... Ну, в общем, тебя продинамили, и ты решила вернуться ко мне. Нет. Нет, я... Я тебя очень любила. А потом погибла моя мама мне. Мне было тяжело, и... Скрывала свой бурный роман в восемь лет. Я... Подожди, а ты знала, что Ваня его сын? Нет. Нет, я клянусь тебе, я была уверена, что это твой сын. Сережа... Прости меня, пожалуйста. Восемь лет. Сережа... Я же... Я же... Сережа... Сережа... Мама, а папа скоро придет? Не знаю, малыш. А если я усну, и он придет, разбуди меня, пожалуйста. Хорошо. Зачем? Я хотела ему сказать, чтобы он не думал о... Я очень хочу собаку, но я пойдусь без нее. Лишь бы у папы не было аллергии. Мама, ты почему плачешь? У тебя что-то болит? Да, болит. Голова. У кошки боли, у мышки боли. А у мамочки Кати не боли. Катя, добрый вечер. Это Настя Туманова. Вы еще не спите? Нет. А можно я сейчас к вам подъеду? Муж не будет против? А мужа нет. Приезжайте. Хорошо. До встречи. Хорошо. До встречи. Муж. 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 Костя, ну где ты? Я в аэропорту. У меня через полчаса рейс. Мама, а ты почему не успеешь? Ты считаешь, что я могу спокойно лечь спать? Ты был у Кати? Ты говорил с ней? Да. Ну и что? Ничего. Как ничего? Ничего? Это значит ничего. Твоя экспертиза для нее ничего не значит. И вообще, мам, если ты не хочешь уходить за решетку, забудь про Катю и ее сына. Это она тебе сказала? Это я тебе так говорю. Катя сказал бы пожестче. Все, давай, спокойной ночи. Костя! Привет. Ты же вроде бы уходил. Вернулся. А я с такими классными людьми познакомилась. Намечается очень хороший материал. Я очень рада, что ты нашел сына. Как нашел, так потерял. Что ты имеешь в виду? Марина, ты что сейчас собираешься делать? Да я не думала, пока ты не спросил. А пойдем куда-нибудь посидим? Пойдем. Я на минуточку! Далее мне погреться чего-нибудь. Два. Жди. Сереж, привет. Привет. Привет, Сереж. Как сын? Все хорошо, спасибо. Танцевать пошли. Сереж, пойдем потанцуем. Я не хочу. Извини, Марин. Чего? Пойдем. Извини, не хочу. Привет. Привет. Сереж, а ты куда? Марин, спасибо тебе. Мне полегчало, правда. Я поеду. Так ты что, домой? Нет, так к нашему звукорежиссеру. Ну, к Колян. Так а зачем звукорежу? Давай ко мне, у меня есть диван свободный. Поехали. 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 Редактор субтитров М.Лосева Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень вкусно, Настя. Никогда не подумала бы, что вы печете. Это любимый торт Игната. На каждый день рождения он мне его заказывал. Так сегодня его день рождения? Да. Сегодня ему исполняется двадцать. Я четвертый год подряд пеку «Наполеон» и сижу одна, вспоминаю. Ну, сегодня я решила изменить традиции. Так что вот так, простите, наглую напросилась к вам в гости. У вас, оказывается, у самой проблемы выше крыши. Вы не против перейти на «ты»? Я не против. Наоборот, хорошо, что приехала. Помнишь, ты спрашивала, почему я не ищу своего сына? Я его нашла. Сразу же. Но он сказал, что если я не оставлю его в покое, и он сбежит на другой коне земного шара, и я его больше никогда не увижусь. И я сдалась. Мне стало очень страшно Кате от того, что я могу больше его не увидеть. Он вернется. Обязательно. Да, я очень надеюсь. И твой муж тоже вернется. Но это вряд ли. Вряд ли такое можно простить. Доброе утро. Привет. Угу, уже летучка идет. Да мы уже все равно опоздали. Давай хотя бы позавтракаем спокойнее. Надо бежать готовиться к кефе. А мне некуда спешить. Марин, ты извини. Спасибо за ночлег. Ты хороший друг. Добрый день. Игнат. Да, здравствуйте. А кто это? А, я по объявлению. У вас есть подходящее помещение? Нет. Нет, на самом деле я по другому вопросу. Я знакомая вашей маме. Опять? Я ведь ее предупреждал. Нет, нет, Игнат. Она, она ничего не знает. Я увидела ваше объявление и решила позвонить. И что вам нужно? Понимаете, у меня недавно пропал сын. Он совсем маленький. Ему семь лет. И ваша мама помогла его найти. Его не было дома три дня. И, поверьте мне, я за это время чуть не сошла с ума. Я не представляю, как ваша мама живет без вас четыре года. Игнат, она действительно отличный следователь и порядочный человек. Я уверена, что она никогда в жизни не привела на скамью подсудимых невиновного. Извините, мне нужно идти. Да, конечно. Всего хорошего. Ванечка, крепче держись. Хорошо. Ванечка, привет. Привет, мама. Оля, спасибо, что выручила. Обращайся, Катюша. Всего доброго. Плохо, когда ребенка не с кем оставить. Да. Все-таки, что это была за женщина, которая убрала вашего Ваню? Какая-то ненормальная. Внука ей захотелось. Вот, не знала, с чем ты любишь, с рисом или с овощами. Взяла с рисами свой вкус и кофе. Марин, пожалуйста, можно меня не отвлекать? Извини. Убегаешь, да? Сережа? Сережа, когда были проблемы, мы пошли тебе навстречу. Теперь все позади, ребенок нашелся. Так что, давай-ка в эфир. Вон, Славик, прекрасно заполняет мое время. Ну, нет у меня хороших новостей, ни для себя, ни для других. Ну, прекращай истерики. Мне надоело объясняться со спонсором, который хочет в твое эфирное время, слушать именно тебя. Давай в эфир, Сережа. Уйдите меня! Ваня, осторожно! Ага. Ты куда? Там была бабушка. Какая бабушка? Тебе показалось. А вдруг она уже приехала из санатория? Ты можешь ей позвонить? Нет, не могу. Из какого санатория? Папа сказал, что бабушка уехала в санаторий отдыхать от нас с Тишкой. Значит, папа так сказал. Милый мой, но в санаторий ездят надолго. А на сколько? Я не знаю. Минимум на месяц. Ого! Да. Все, пойдем домой. Пойдем. Пора ужинать. Скажи всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Свет, ты где? Свет, ты где? Привет. Что-то случилось? Да, в общем-то, ничего. Я всегда догадывалась, что я нужна была тебе только как дочь директора авиакомпании. Для карьеры. А вот теперь поняла, что ты меня так и не полюбил. не говори ерунда, а? Раньше ты хоть притворялся. А теперь, когда появилась эта Катя, ищусь за своим сыном. У тебя даже притворяться не получается. Я не могу так больше. Хорошо. Если ты хочешь, мы можем какое-то время пожить отдельно. Если тебе это нужно. Свет, у меня был очень тяжелый рейс. Я ехал домой, я мечтал об одном. Куски мяса. Еще одно уже. Да, я сейчас. Костичка, прости меня, пожалуйста. Я просто запуталась. Я не знаю, что мне делать и как мне реагировать. Ну, для начала не стоит входить в штопор. Иногда это плохо заканчивается. Я в тоже. Ну и на волне радио «Артемист-ФМ». Звездной ночи вам, полуношники. Итак, что интересного произойдет завтра в нашем городе. Мама, а погода сегодня летная? Ну, не знаю. Посмотрим. Тишка! А можно я с ним пойду, подиграю? Да, конечно. Привет. Привет. Ты звонил вчера? Прости, я просто так вернулся из рейса и сразу же подзвонился. Ваня видел твою маму рядом с детской площадкой. Она опять взялась за старое? Опять его выслеживает? Нет, ну, мама, конечно, скучает по Ване, но я думаю, тебе не стоит беспокоиться. А мне кажется, что стоит беспокоиться. Насколько я помню, из твоих рассказов, твоя мать делает в жизни только то, что считает нужным. Ну, да, в этом ты права. А, Катя, а ты мужу сказала? Да. А он как вас принял? Нормально, он ушел. Послушай, ну, давай я с ним поговорю, я попытаюсь все объяснить. Ты последний человек, у которого я бы просила помощи. Повторяю, это моя семья, и ты не имеешь к ней никакого отношения. Забудь про нас и передай своей маме мою просьбу. Прости. Привет. Ну, я пока занят. Приеду, когда освобожусь. Давай, пока. Это жена Света. Беспокоится? Ну, да, она очень переживает. Из-за этой ситуации. Понимаешь, у нас детей нет. Подожди, как нет детей? Помнится, твоя мама говорила про беременную невесту Свету и вашу скорую свадьбу? Или это была другая Света? Да нет, та же. Мне теперь понятно, почему мы остались. Она наплела тебе о беременной невесте, а мне о том, что ты считаешь наши отношения простым курортным романом. Да все, как всегда. Сделал, как хотел. Ну, на самом деле, это к лучшему. Если бы не эта ложь, я бы еще не скоро поняла, кого по-настоящему. У меня Костя. Тишка немного вырос. Наверное. А можно я с дядей Костей запущу самолетик? Ванечка, ну, дяде некогда. А ты самолеты любишь? Да. И буду летчиком. А вам совсем-совсем некогда? Ну, не то, что вы совсем-совсем. А можно тогда с Тишкой поиграть? Да, конечно, можно. Вань, только недолго. Хорошо. Я надеюсь, подобное произошло в первый и последний раз. Кать, ну, что в этом такого? Пускай пацан поиграет с собакой, который привязался. Ему только на пользу пойдет. А ты правда не понимаешь? Ну, хорошо. Давай я тебе объясню в последний раз. Бабушка, подожди! Бабушка! Бабушка! Баб! Наверное, у бабушки машина сломалась. Раз на такси поехали. Тишка, вот летит нам на орехи. Что будем делать, Тишка? Думаю, надо быстрее вернуть бабушку. Тогда, может, нам не летит? Здравствуйте. Привет, малыш. А вы не подскажете, как добраться до района Лесная сказка? А ты с кем ехать собрался, джентльмен? А где твои родители? Мы с Тишкой потерялись. А ты знаешь свой адрес? Да. Солнечная, 17. Отлично. Тогда давай я тебя подвезу. Ух ты! Красная машина такая, прям как у бабушки. Ой! Ваня, ты где? Выходи! Ваня! Ваня! Ну что? Их там нет, никто не видел. Зачем ты пришел? Ну, я же не знал, что так получится. Я просто хотел сына порадовать. Он тебе не сын. Не смей его так называть. И откуда ты только взялся на мою голову вместе со своей безумной мамашей? Простите. А вы не видели здесь мальчика с собакой? Да, такой в синей курточке и в синей шапке. Видел. Бегали тут. А потом в красную машину сели и уехали. Ну что? Звони ей немедленно. Абонентами воли приняты в арбюрок. Абонентами не доступен. Главное, чтоб с ней ничего не случилось. Да все с ней в порядке. Я уверена, она специально выключила телефон. Она же считает, что у нее есть права на Ваню. Никто ей не указ. Все. Я звоню в полицию. Катя, подожди. Я уверена, какое-то недоразумение. Теперь это не имеет никакого значения. Ладно, поехали. Поехали к ней домой. Поехали. Поехали. Но учти, теперь никто не заставит меня забрать заявление из полиции. Спасибо. Поехали. Поехали. Бабушка! Малец, опять ты? Тебя Ваней зовут? Ваней. Родители знают, где ты? Нет. Так, стой здесь. Я сейчас. Я сейчас. Девятилетняя девочка так хотела кошку, что создала дом на стену с кормью. Она нарисовала кучу-кучу плачущих кошек и написала сто раз слово. Пожалуйста. И что родители? Купили. Через три дня выставала фото в соцсетях. У меня Ванька тоже всю собаку просит. Да у меня аллергены живуты. Хотя, наверное, можно было и лекарства подобрать. Так это же не проблема. Ладно, спасибо тебе. Серега, Серег, это тебя. Слушаю. Что? А вы уверены, что это он? Пол. Где он? Где мой сын? Ваня! Катя, здесь Вани нет. А он что, пропал опять? Да, и люди видели, как он сел в вашу машину. Они что-то перепутали. Я простыла и сегодня никуда не выходила. Алло. Лидия Ивановна, это Ваня, мой сын. Пожалуйста, заберите их к себе домой. А мы скоро приедем. Спасибо. Где он? Возле моего дома. Я ему сказал стоять на месте. Он не послушался. А что вы такой, Сергей? Хороший радиоведущий. А сына воспитать не можете. Где Ваня? Где мой сын? Если ты о Ване, то какой он у тебя сын. Где он? Катя отвезла его домой. Катя? Угу. А что она тут делала? Так, спокойней, спокойней. Мы гуляли. Ване показалось, что он увидел бабушку. Попытался ее догнать, не догнал. Приехал сюда. Точнее, его привезли. А потом он и позвонил соседка. Все. Мы? Нам? Ну ты, мразь. Эй, мужики, вы чего? Борис Николаевич, все нормально. Мы разберемся. Слушай, ну зачем тебе Ваня? Ну ты же жил без него. Семь лет не тужи. Ну что за отцовские чувства? Да если бы я знал, что у Кати будет ребенок. Мой ребенок. Я бы ее ни за что не отпустил. Это благодаря моей матери вы вместе. Все, пока. Приятного аппетита. Мам, ну измени, пожалуйста. Вань, ты хочешь, чтобы меня с инфарктом в больницу забрали? Не хочу. Я тебя очень люблю. Ладно. Мир. Но только никогда, никогда так больше не делай. Хорошо? Хорошо. Мама, а у человека может быть два папы? Почему ты спрашиваешь? Ну, раз дядя Костя, сын бабушки Нелли, то, может быть, он мой папа? Кто тебе такое сказал? Никто. Сам подумал. А папа сегодня опять не придет? Скорее всего, нет. Я по нему очень-очень скучаю. Скорее бы его комментировка уже закончилась. Доброе утро. Если оно доброе. А ты не хочешь раздеться? А знаете, после того, как Костя узнал, что у него есть сын, он очень сильно изменился. Вы должны как-то повлиять на него. Я не знаю, взять ситуацию под контроль. Помнится, тебя раньше раздражал мой контроль. Но это же вы заварили всю эту кашу. Вы зачем-то разворошили прошлое, нашли этого мальчика. Я вообще не понимаю, кому это было нужно. Мне. Это мой внук. Вот и Костя, судя по всему, решил, что ему нужен этот мальчик. Причем вместе с его матерью. И примеряет на себя роль отца счастливого семейства. Почему вы молчите? Мне тяжело говорить, у меня горло валяется температура. А у меня сердце. И душа. Впрочем, с вами разговаривать бесполезно. Вы как... Как бетонная плита, которая норовит всех раздавить. Ну что, готова? Да. Уверена? Да. Не передумаешь? Нет. Мне обязательно нужно взлететь. Тогда смелей. Небо отличное, ветер правильный. Все будет хорошо. Вадим. Да. Скажи, а поездка за океаном еще возможна? Еще, да? А тебе что, удалось увидеть Катю? Нет. Ну, я хочу уехать. Хорошо. Ну, в смысле, хорошо, я скажу девочкам, пусть начнут готовить твои бумаги. Это же хорошая новость. Веселей, давай. Спасибо. Сын, прости, что беспокою. Скажи, я тиран, который всем портит жизнь? Мам, что-то случилось? Да, ничего особенного. Просто, когда впереди остается намного меньше, чем позади, ты остаешься одна, возникает желание понять, что ты сделал не так. Костя, я жду ответ на свой вопрос. Ну, если ждешь, ты жесткая и безапелляционная. Ты всегда поступаешь только так, как ты считаешь правильным. и ты не щадишь ни чувств, ни желаний других. Спасибо. Прости меня, я тебя обманула тогда, восемь лет назад. И Катю. Ну, ты знаешь, я уже догадался. Жаль, что слишком поздно. Просто я считала, что Света для тебя лучший вариант. Я, собственно, и сейчас так считаю. Ну, вот видишь, я об этом. Твое мнение единственно верное. Ну, ты моя мама, и я тебя очень люблю. Не делай промечивых поступков. Цени то, что у тебя есть. Я тебя очень люблю. Андрей! Я это сделала! У меня получилось! Катюха, ты молодец! Я горжусь тобой! Прости. Прости. Это просто эйфория от полета. И не больше. Серёжа не вернулся? Нет. Нет, я его понимаю. Я перед ним очень виновата. Катя, ты помнишь, ты получила эту фотографию после нашей встречи одноклассников, там, где Серёга спал с Юлей в обнимку. И ещё бы, да. Если бы не эта фотография, я бы не поссорилась с Сергеем. Потом не улетела бы в Грецию зализывать раны. Не встретила бы там Костю. И всего бы этого ужаса сейчас не было. Прости меня. За что? Это ты прислал фотографию? Андрей, зачем? Я любил тебя. Я очень не хотел, чтобы ты вышла замуж за Серёгой. Спасибо тебе. Что? Спасибо за то, что помог взлететь. Высота прочищает мысли. Серёжа, я... Я... Люблю тебя. Если ты когда-нибудь меня простишь... Я просто хочу, чтобы ты знал, что... Я готова ждать столько, сколько тебе понадобится времени. Транжу. 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 Привет. Я просила оставить нас в покое. Что тебе нужно? Ну, я пришел сказать, что пред не я, не моя мать больше вас не побеспокоим. Но если когда-нибудь я что-нибудь смогу сделать для Вани, ты только позвони, хорошо? Катя и еще. Если в будущем ты сочтешь возможным сказать ему правду, я буду очень рад. Может быть. Здравствуйте, где Костя? Привет. А это кто? Это твой новый друг. Если, конечно, мама разрешит. Мамочка, можно? Да, теперь все, можно. Подержи. Пока. Счастливо. Спасибо большое. Ну, кто тут у нас такой красивый? А как мы его назовем? Ну, а как ты хочешь? Тишка тоже. Ну, значит, так назовем. Зачем ты пришел? У тебя же теперь другая семья. Я пришел домой. Уходи, Костя, пожалуйста. Это будет лучше для всех. Ну, я не собираюсь никуда уходить. Света, у нас теперь все будет по-другому. Я обещаю. Мы с тобой уедем отсюда. Мне работу предложили. Венгерских и оленях. Я соскучилась. Я тоже. Вот видите, даже зимой самолетный спорт не впадает в спячку. На таких соревнованиях, как сегодня, пилоты отрабатывают точность посадки, фигуры высшего пилотажа и просто коротают время до весны. И мы видим, что на вторую попытку выходит третий участник, Евгений Коваленко. Когда самолет приземлится, я обязательно спрошу Евгения, у других пилотов, чего может... А твоя сажерка не еще. Ты что? Ну, в смысле, Маринка, которая прям в эфир ведет. После длительного перерыва приступила к полетам Катерина Швец, неоднократный призер соревнований по высшему пилотажу. Вот и сейчас, несмотря на восьмилетнее отсутствие летной практики, ей пророчат место на пьедестане. И сейчас экипаж выходит на вторую попытку. Пожелаем им удачи. Ну, собственно говоря, и все. А я вас знаю. Вы жена Сережи. Скажите, Катя, а что вам помогло преодолеть страх и опять летать? Любовь. Андрей, ну что, все готово? На моем вопрос о заветных желаниях я получила от пилотов самые разные ответы. Тут и новый шлем с подвеской, и перелет в Австралию, и, конечно же, установка мирового рекорда. Как же без этого? Итак, самолет Катерины Швец оторвался от земли и быстро набирает высоту. Можно побыстрее, пожалуйста? Я вас очень прошу. Кстати, Катя, удивительная женщина, которая участвует в сегодняшних соревнованиях. Спасибо. Дай, держи скорость. Катя, ты слышишь меня? Катя, ты слышишь меня? Катя, ты слышишь меня? Катя, ответь! Катя, держи скорость! Катюша, послушай меня. У тебя сейчас все получится. Ты лучше всех. Я дурак. Я запутался и тебя запутала. Сосредоточься, родная. Я вас очень люблю с Ванькой. Потому что ты моя жена, а он мой сын. Жду тебя на земле. Дайте закрылки во второе положение. Я проиграла. Нет. Ты победила. Себя. Меня. Наша глупость. Катя, сейчас вернемся домой и разорвем результаты этой генетической экспертизы. Сережа, теперь путь в Лос-Анджелес для нас открыт. Я полетела. Ты хочешь сказать, что сделал это ради меня? Ну, конечно. Я же понимала, как тебе важна эта поездка. Вот и тренировалась. Ну, почему ты молчала? Я же черт знает, что думал, когда ты пропадал. Ну, а если бы у меня ничего не получилось? У тебя не получилось. Не смеши. Я тебя очень люблю. Спасибо, что ты у меня есть. Да, я не могу. До свидания, тетя Оля. Папа, ты приехал! Ура! Спасибо, что выручил. Папа, я по тебе очень скучал. Я по тебе так скучал. Сейчас. Сынок, а это что? Это лекарство от кошек и собак. Самое лучшее. А откуда они у тебя? Это мы с тетей Олей купили. На мои карманные деньги. Я же знал, что папа приедет из командировки. А это Тишка второй. Он совсем маленький. Поэтому почти все время спит. Мам! Игнат. Мам! Мальчик мой! Прости меня. Боже, ты меня прости. Прости меня. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло, да, сынок, привет. С днем рождения, мамуль. Спасибо. Всего тебе самого лучшего и, конечно же, здоровья. Спасибо, дорогой. Мам, все в порядке? Да, все хорошо. Я тебя очень люблю. Тебя тоже. Прости, не могу долго говорить, у меня рейс. К тебе гости? Почти, я заказала себе суши. А, ну тогда приятного аппетита. Спасибо. А через три дня мы приедем и отпразднуем твой день. Все, целую. Да, люблю тебя, целую. Привет, бабушка. Ваня, ты как здесь? Ты что, опять сбежал? Это я его привезла. Если вы не против. Да нет, конечно. Проходи, раздевайся. Проходите. Спасибо, но у меня другие планы. Я за ним заеду часа через три. Катя, прости меня, пожалуйста. Уже простила. На самом деле, вы мне очень помогли. Это кто у нас такой? А это Тишка второй. Мне вот дядя Костя подарил. Дядя Костя. А у тебя день рождения? Да. А ты знаешь, что надо сделать? Что? Надо зажмурить глаза, загадать желание, задуть свечку, и только тогда оно сбудется. Ага. Ну, давай вместе. Только мое желание уже сбылось. Сережа. Сережа. Что? Я хочу еще одного ребенка. Ты не против? Как же я тебя люблю. Ты не против? Ты не против? Я тебя люблю. Ты не против? Я хочу тебя malt mémovat. В этом жизни. Ты н determines... Продолжение следует...